здравствуйте друзья это еще одно видео которое появилось на свет благодаря моим постоянным подписчикам мне присылают различные устройства которые я тестирую а затем либо отправляю назад владельцам либо как в этом случае выставляю на благотворительные аукционы которые проходят на моем телеграм-канале ссылку на него вы найдете в описании под видео сегодня мы поговорим об актуаторе то есть исполнительном устройстве которое оказывает физическое воздействие на объект управления предназначенного для открытия закрытия шаровых кранов по сути это двигатель который соединен с рычагом водяного или газового крана что позволяет во-первых своевременно перекрыть его при обнаружении протечки воды или утечки газа а во-вторых автоматизировать периодические открытия и закрытия с целью профилактики закисания крана перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше тип устройства актуатор для шаровых кранов модель grzb 105 интерфейс zigbee но существуют и вайфай версии питание 12 вольт от сети система управления ту и я smart smart life кто следит за моим каналом помнить что я делал обзор на подобное устройство ссылку я оставлю в описании герой этого видео функционально идентичен но конструктивно обновлен сравнение версии вы видите на экране обновления коснулись главным образом конструкции креплений первая версия была намного компактнее устанавливалась на сам кран а в этой крепления значительно удлинили актуатор крепится к трубе не крану кроме этого сам рычаг стал длиннее за счет этого снижается усилие которое необходимо развить двигатель для перемещения рычага поставляется устройство в белой картонной коробке без опознавательных знаков только небольшая наклейка с номером модели упаковка качественная все элементы устройства надежно закреплены на своих местах комплект поставки включает себя актуатор блок питания на 12 вольт с европейской вилкой и два металлических зажима для крепления на трубе кроме этого для установки вам понадобится только отвертка блок питания рассчитан на входное напряжение от 100 до 240 вольт на выходе 12 вольт и ток до 1 ампера то есть максимальная мощность до 12 ватт но это не значит что устройство столько потребляет это просто максимум на что рассчитан блок питания блок питания подключается к актуатору через стандартный dc разъем 5 5 на 2 1 миллиметра что существенно облегчает задачу организации бесперебойного питания для него я говорю об источниках бесперебойного питания постоянного тока которая можно использовать как вместо штатного блока питания мне кажется такой вариант будет вполне достаточный так и подключать между блоком питания и актуатором моё мнение тут хорошо подойдет вариант блока питания с встроенным аккумулятором ссылки на обзоры этих устройств вы также найдете в описании вот двойной кабель который шел в комплекте с одним из таких бесперебойников он замечательно подходит к актуатору используют такие же разъемы он будет удобен для питания сразу двух устройств с одного источника бесперебойного питания ничего переделывать не нужно полагаю что есть смысл заказывать такие устройства сразу с бесперебойным питанием корпус двигателя по сравнению с первой версии совершенно не изменился тут одна кнопка и один диод короткое нажатие на кнопку управляет открытием и закрытием удержание переводит актуатор режим сопряжения с нижней стороны находится неподвижное крепление на трубу и рычаг для управления краном с этой же стороны находится блокировочное кольцо если потянуть его на себя то можно разблокировать рычаг чтобы управлять краном вручную штатном положении рычаг актуатора зафиксирован в одном из положений тянем на себя кольцо и рычаг можно двигать вручную отпускаем он снова фиксируется для крепления на трубе используются две металлических регулируемых стяжки но нужно иметь достаточно места для этого что в условиях плотного монтажа не всегда возможно верхняя крышка устройства держится на четырех саморезах конструкция явно не герметичная на попадание капель точно не боится до перестраховки можно промазать по периметру силиконовым герметиком тут используется один из вариантов модулей разработанных специально для устройств экосистемы туя smart тюз с 3 насколько я могу судить все шестерни металлические что очень хорошо с точки зрения эксплуатационной надежности и долговечности устройства маркировка используемого тут двигателя для тех кто хочет получше изучить возможности актуатора ручное управление при помощи нажатия на кнопку открытие закрытия происходит чуть менее чем за 10 секунд при пропадании восстановление линии питания актуатор остается в том же положении что был перед сбоем перевод в режим сопряжения происходит при удержании кнопки пока не начнет мерцать светодиод логическую часть обзора по традиции начнем с штатной системы управления туя smart аналогично все будет и для smart life так как устройство работает по zigbee необходим шлюз у меня это проводная версия от пояс запускаем его плагин и запускаем режим подключения новых устройств после этого происходит опросы подключения герой обзора отображается тут как smart кран хотя по факту это не кран актуатор для управления крана он отображается и в общем списке устройств и списке шлюза которому подключен но для ручного управления нужно перейти в его плагин тут все максимально просто одна единственная кнопка в центре которая открывает и закрывает кран что-то напутать будет очень сложно из дополнительных опций тут есть только таймер который будет целесообразно задать например для периодического открытия и закрытия крана скажем раз в неделю ночью чтобы не создавать неудобств это предотвратит закисание шарового крана меню общих настроек есть информация о поддержке в amazon alex google home и fttt меню обновления прошивок установлена актуальная версия стандартные опции типа добавления в группу вывода на рабочий стол и удаление устройства и системы с автоматизациями тоже все очень просто качестве триггеров и условия автоматизации можно использовать состояние актуатора подключено выключено следует понимать открыто закрыто а в качестве действий открыть закрыть и переключить состояние например закрыть следует ставить по таким триггером как обнаружение протечек причем если датчик протечки будет подключен к тому же шлюзу автоматизация будет полностью локальной а переключение состояния на кнопку для ручного управления краном. Скорость управления из приложения моментальная, но следует помнить, что доступ к управлению зависит от качества и скорости канала доступа в интернет. Что касается установки. У меня компоновка довольно плотная, в обзоре первого устройства мне удалось его установить и продемонстрировать как оно работает. В этом случае могу только показать как актуатор будет выглядеть на трубе. Крепление приходится как раз на стык между регулятором давления и фильтром грубой очистки, закрепить его нормально возможности нет. Поэтому перед тем как заказывать такой кран убедитесь в том, что у вас есть достаточное место для его установки. В режиме ожидания потребление устройства за пределами чувствительности энергомонитора. Без усилий для поворота рычага мощность составляет около полутора ватта, с краном думаю будет несколько раз больше, но не более 12 ватт. Работа с Google Home осуществляется на уровне аккаунтов, разово нужно ввести учетные данные для Tuya Smart и добавить аккаунт в Google. После этого все поддерживаемые устройства будут автоматически добавляться в общий список. Актуатор появился в виде выключателя, что позволит открывать и закрывать кран, в том числе и при помощи голосового ассистента. А теперь рассмотрим работу с Home Assistant. Но сразу хочу дать отсылку еще к одному своему видео, которое называется телеметрия часть 2. Аварийные уведомления, датчики протечки и дыма. В нем есть примеры автоматизации, которые можно использовать как шаблон для работы с этим актуатором. Ссылку на него вы найдете в описании. Начнем с штатной интеграции Tuya, которая работает точно по такому же принципу как и Google Home. Разово подключается аккаунт и в дальнейшем устройства автоматически добавляются в систему. Плюсом является параллельная работа в Home Assistant и Tuya Smart, минус зависимость от интернет. Теперь проверим локальные интеграции. Начнем с ZHA, которая является штатной для Home Assistant. В качестве координатора для нее я использую USB ZigBee Stick Sonoff E на базе чипа EFR32MG21. Запускаем процесс подключения в интеграции и переводим удержание кнопки актуатора в режим сопряжения. Уже на этом этапе видно, что тут добавились объекты управления. Интеграция решила, что это не что иное как лампочка. Логика в принципе простая, точки управления только как у настенного выключателя, а выключатели в подавляющем большинстве случаев управляют как раз освещением. Информация о устройстве видно, что это роутер, то есть актуатор может подключать и передавать данные от других участников сети, тем самым расширяя ее емкость и покрытие. А управление открытием и закрытием крана осуществляется службой управления освещением. Следующий способ это дополнение ZigBee2MQTT. Актуальная версия на дату видео 1.31. А в качестве координатора USB ZigBee Stick Sonoff P на базе CC2652P. Актуатор добавляется в систему штатно, необходимости в использовании внешних конвертеров нет, но определяется он как настенный выключатель на одну линию, то есть имеет тот же код производителя номер модели и точки управления. Кроме включения и выключения, а по факту открытия и закрытия, тут есть управление режимом памяти состояния, но в реальности управлять этим режимом нельзя. Актуатор после восстановления подачи питания остается в том же положении, что был перед сбоем. И если управление открытием и закрытием работает полностью корректно, включая обратную связь, то при попытке установить какой-то из пунктов в меню памяти состояния, система выдает ошибку о том, что это сделать невозможно. Для полноты картины осталось проверить работу с SLS шлюзом. Хотя у меня есть и более новые, тестовые прошивки, тут я использую последнюю на дату видео официальную версию от 8 января 2023 года. Актуатор успешно подключился, однако отсутствие на этом этапе изображения устройства намекает на то, что оно штатно не поддерживается. Так как в системе не нашлось конвертера под такое сочетание номера моделей и кода производителя, шлюз информирует, что это неподдерживаемый тип устройства, хотя если немного разобраться это не так. Идем в список поддерживаемых устройств и ищем что-то подходящее. Долго искать не пришлось, такой актуатор работает с пятым конвертером. Тут видим, что есть две модели, очевидно наш случай это третья. Возвращаемся к устройству, тут пока установлен нулевой конвертер по умолчанию. Внизу нажимаем на кнопку ручного изменения конвертера и указываем найденный нами пятый номер. Теперь шлюзу понятно, что это за устройство и как с ним работать. Более того, теперь тут подставляется корректная картинка, а не выключатель. Управление и обратная связь работают корректно и моментально. Еще раз напомню, что посмотреть примеры создания автоматизации для работы с аварийными датчиками, в том числе несколькими одновременно, без необходимости добавлять каждый вручную. Можно в моем видео уроке, ссылка в описании. Главная задача героя обзора это перекрытие шаровых кранов. К его достоинствам можно отнести то, что установка актуатора не требует вмешательства в существующую систему, он работает с выбранным вами краном. Гаджет поможет избежать затоплений, будет выполнять профилактические и временные отключения подачи воды, например при отъездах, в том числе удаленно. Устройство имеет низковольтное безопасное питание и надежную конструкцию с металлическими шестернями. Легко и бюджетно можно организовать бесперебойное питание для него. Если говорить о минусах, то следует упомянуть его размер, для установки должно быть достаточно места. Работает только с кранами имеющими рычаг, для кранов с барашками не подходит. Нужно предусмотреть подвод питания в непосредственной близости от места установки. В целом стоит рассмотреть возможность установки таких устройств, что повысит вероятность своевременного предотвращения аварийных ситуаций. Будет это первая версия или это обновленная, зависит уже от каждого отдельно взятого случая. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылки на актуатор и другие упомянутые обзоры, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok